грёбанная платная реклама но замечу качественная хочу порекомендовать вам канал на котором вы можете скачать треки а их тут 84 для использования в вашем канале youtube музыка с правильной лицензией для монетизации и все это дело бесплатно естественно подписываемся на канал выбираем трек который вам понравился под видосиком есть ссылочка для скачивания раз щелчок два щелчок песенка скачалась а их здесь очень много те кто спрашивал где взять музыку для моих видео пожалуйста заходим подписываемся ссылка будет под этим видео а теперь смотрим всем привет с вами эдгар и мой самый философский канал в бесконечности называется мысль от эдгара кто не в курсе а кто в курсе молодец как говорится тема будет такая человек это самодостаточное существо но не каждый хочет это понимать современное человечество в большинстве своем является инвалидами бесконечности такое вот какое-то необычное высказывание от меня от эдгара сейчас я поясню что я хотел сказать человек создается полностью самодостаточным в автоматическом режиме работы но люди почему-то но не почему-то тут есть тема почему сейчас не будем в это углубляться люди свою автоматику сломали испортили свою самодостаточность заменили эту самодостаточность техникой технологией и это дело все называют цивилизация продвижение люди типа умнели стали вообще круче но я вам скажу вся эта техника и технология да все эти гаджеты это все я что-то типа инвалидного кресла для человека в понятии бога в понятии бесконечности по философским понятиям человеку не нужна не машина не телефон не любой какой-то предмет который сделан просто самим человеком ну тут конечно же целая куча людей которые со мной не согласятся естественно вас инвалидов конечно же из бесконечности целая куча человек который подсажен на такую тему тему как всякие предметы цивилизации естественного ему это нравится он уже наркоман всяких гаджетов и такому человеку трудно понять о чем я говорю по-настоящему мы полностью понимаете полностью сама достаточно нам не требуется телефона вот этого чтобы звонить другой конец света у нас встроена вся эта телепатия мысленная передача самое быстрое что есть на этой планете вообще в понятии человека это мысль мысленно ты можешь побывать где угодно даже не ежесекундно ежи такой долг берем времени такого даже нету с помощью телефона ты всегда делаешь какой-то дозвон ждешь особенно это все проявляется во всех вот гаджетах везде зависом какой-то период чего-то там надо ждать дозваниваться мысли не нужно этого делать мысль она есть и все ты даже за свои мысли не успеваешь ты даже не можешь дать этому какое-то определение времени за какой вот я не знаю представьте ты на луне ты на солнце ты в глубоком море сидишь на ежике и плывешь куда-то на нем для тебя нужно какое-то время чтобы до этого додуматься нет я сказал даже не успел сказать ты уже сам чего-то там додумал ты уже на луне куда-то сходил чего-то там поделал ты уже даже представил как добрался до этой луны понимаете насколько быстро работает это даже слово быстрое тут неуместно как работает мысль но это дело мы все забросили и заменили это конечно же телефонами интернет нам придумали какие мы продвинутые существа чтобы куда-то передвинуться мы придумали машину садимся какая она быстрая да это все не о чем на никчемная обманка для людей есть такая штука например вы скажете блин а чё нам так общаться то вот сейчас же можно сись на самолеты полететь куда-то там с кем-то пообщаться а тут можно рассмотреть другой вопрос а тебе зачем общаться с этими людьми человек вообще по идее настолько самодостаточный что ему и общаться ни с кем не нужно единственное почему человек общается чтобы просто понять знает ли он все то что здесь есть ему нужно сделать анализ на данный момент это чисто фишка сущности человека познание чего-то нового и все в целом нам не нужно даже друг другом в общем-то разговаривать потому что мы друг другом я вам скажу и не разговариваем вы просто хорошенечко подумайте что вы делаете когда с кем-то говорите каждый из вас просто хочет сказать что-то свое в ожидании что тот это слушает и что-то вам якобы тоже скажет его ему это прям так интересно никому из нас не интересно глубоко и по-настоящему если вот по-честному что говорит собеседник в россии говорят так глубоко насрать нам понимаете мы только делаем вид что нам интересно что говорит собеседник а слушаем только потому что у нас есть какой-то в этом интерес слушаю только потому что это мой родственник слушаю только потому что за это мне будут заплаченные деньги слушаю потому что стесняюсь не слушать слушаю потому что если не буду слушать мне врежут Разные бывают люди В итоге человек Слушает не потому что Ему хочется А потому что надо слушать По каким-то причинам Иногда Можно даже подумать Да нет, мне нравится, я слушаю А ты вдумайся Даже когда тебе нравится Когда ты кого-то слушаешь Почему тебе нравится Если идти Вот методом Обратного То придешь к тому Что ты слушаешь, что опять-таки Тебе выгодно Потому что когда-то Ты задумал, что вот мне нравится Это дело, потому что из этого можно Сделать деньги, или из этого можно Сделать так, чтобы на тебя Реагировали самки Ты нашел девушку Или кто-то тебя похлопал Или ты сам себя похвалил Что ты это можешь достиг Сказал, да, я это могу Это все тебе В тебе укоренилось Закрылось И ты про это уже не помнишь Это уже у тебя в подсознании Ты на подсознательном уровне Будешь слушать Такие вещи Которые якобы тебе нравятся Но на подсознательном уровне Понятно, что ты слушаешь Просто в корыстных целях Не по-настоящему В итоге человек слушает Только потому, что это ему Он вынужден слушать Я говорю про самодостаточность человека Человек самодостаточный Ему не нужно, в общем-то, никого слушать Вся информация находится в вас Все есть бесконечность В человеке как вне бесконечности Так и внутри бесконечности Так что человек может искать информацию Не только вне, а внутри себя Понимаете? Копайтесь в себе Ищите Там есть все Все то, что есть вне, есть внутри Все, что внутри, есть вне Вы можете по-разному искать Какую-то информацию, например Я способен найти только вне Например, понять, что есть дерево Понять, что есть человек Есть драка, есть любовь Есть еда, есть секс Есть воздух, космос Ну много-много всяких таких штук Все это есть и внутри Но, например, не всегда получается Внутри себя вот эти вещи понять Это только потому, что Наша самодостаточность сбита Мы сейчас больше полагаемся Нам вне Это, знаете, испорченный какой-то предмет Если, например, там Ружье, которое должно стрелять Оно не стреляет И с помощью ружья, там, набирают воду Таскают воду, там, я не знаю С помощью ружья, там Ломают камни А оно вообще, по идее, для стрельбы Также человек По идее Самодостаточный И в нем есть все Ну, так как Самодостаточность сбита Мы себя иногда применяем Вот В ненужных вещах Таких, как Придумали телефон, чтобы разговаривать Тачка, чтобы куда-то ехать Но в нас есть это все Мы можем телепатически все делать Мы можем перемещаться Много что можем Столько всего можем Но столько всего уже забыли и не умеем И в это уже дело не верим Понимаете? Из-за того, что самодостаточность человека сбита Мы перестали Потеряли веру Знание того, что мы можем И во все, что мы потеряли Веру и знания Мы это превратили в мифы Легенды Сказка Брехня Да такого не может быть Фантастические всякие фильмы Смотрим фантастические фильмы Говорим Оу, фантастики Такого не бывает Через 50 лет эта фантастика бывает И все нормально Получается-то в итоге все есть Понимаете? Но если ты в что-то не веришь Что-то не знаешь Не хочешь этого принимать Это не означает, что этого нету В общем, в итоге что я хочу сказать Человеку вообще, по идее, ничего не нужно Вообще ничего Тебе просто нужно общаться С самим собой Анализировать, философствовать Самое кайфовое в этом мире Что есть, например, лично для меня Высшая истинная ценность Это способность мыслить без преград Свобода мысли Когда у тебя есть полет мысли Твоя душа Твоя сущность Не в заперти Не под колпаком Современного Вот Инвалидного кресла А Она может Понимаете Вот говорят там некоторые люди Вот у тебя Фантазия разыгралась Да Например Вот у человека Есть люди креативные Которые могут О, фантазер Какой ты фантазер Да это офигенно Когда ты фантазер Потому что Фантазер Это означает Что человека Его душа Его сущность Не заблокирована Вот современными Инвалидными Вот этими штуками Гаджетами Она раскрыта Фантазия Это полет души В пространстве В бесконечности В Боге Ваша сущность Может быть везде А так как она может быть Везде Соответственно На этот момент Она находится Например Душа Что-то типа В машине человек И с помощью слов Она может выразить Это в виде Вот картины Вот люди Которые рисуют Картины красивые Непонятные Пишут красивую музыку Тоже непонятную Для всех Например Любой человек Креативный Любой там Художник Музыкант Да Все это Люди В которых есть В которых Меньше Сломана Самодостаточность Больше У них Понимаете Душа раскрыта Но так как На земле Преобладает Человечество Инвалидов Инвалидов Не имея ввиду На инвалидном кресле Сейчас не поймите Только туповато Прямолинейно И неправильно А то таких Придурков Целая куча О формате Философии Которые Ограничили Себя Только Тем Что они Могут Что-то Делать Только с помощью Предметов Из Вне А с Помощью Вот этого Предмета В башке Душой Не могут Ни хрена Делать Понимаете Человек Может считать Умственно Может считать С помощью Калькулятора Оба варианта Есть А может быть Он вообще Тупой Переходит Только на Калькулятор А то И вообще Даже не понимает Что с Калькулятором Делать Понимаете Сколько Есть Вариантов Самодостаточное Существо Ему даже Считать Это в общем Не надо Он просто Это все Понимает Видит Соображает И душа Стремится К этой Самодостаточности И наша Душа Не хочет Никак Принимать Вот эту Реальность Которая Есть В такой Реальности И плохо И вы Чувствуете Это Плохо Вроде Как вы Богат У вас Все Есть Все Да Но Все Как-то Не так Вот Что-то Вот Не так Вот Когда Вот Это Что-то Не так Это Ваша Душа Ваша Самодостаточность Взаперти Она Сломана Она Инвалид Вы Это Заменяете Вот Этими Богатствами Какими-то А Это Богатство Не Поможет После Вашей Смерти Ваша Сущность Уходит И Забирает С собой Только Тот Процесс Когда Вы Могли Здесь Самостоятельно Все Делать А Гаджеты Богатство Это Все Остается Понимаете Ну Вот Люди Не Хотят Это Понимать Тут Еще Срабатывает У Многих Инстинкт Зависти Люди Очень Любят Завидовать Зависть Вот Эта Зависть Не Дает Человеку До Конца Осознать Понять И Признать Что По идее Человеку Ничего Не Надо Вот Пока Он Например Сидит Один Сам Собой Думает Или Меня Слушаешь Ты Говоришь Да Реально Что Это Все Это Все Это Брехня Все Равно Мне Конец Через Какое Это Время Я Останусь Самим С собой Со Своей Душой Своей Сущностью Она Здесь Не Будет Она Продолжит Своё Путешествие Соглашаешься Думаешь Реально Чё Я Гонюсь За Какими Непонятными Гаджетами Ну Вот Так Грубо Сказано Нужно Чуть Выделить Время Еще На Обдумывание На Мысли На Фантазию Мысли Раскрыть Мою Душеньку Которая Под замком Сидит Но Как только Вы выходите На улицу Встречаетесь С вашими Знакомыми У вас Включается Гребаная Зависть У него Есть Такой Телефон У тебя Нету У него Такая Тачка Он Только что Купил У тебя Нету У него Какая Обалденная Девушка У тебя Нету Он Вчера Был На Яхте В Кипре Гонял А ты Лобушара Сидел Дома У тебя Этого Нету И например Тот момент То что За то время Когда например Тот бухал И где-то Чпидорился С какой-нибудь Самочкой На яхте Посвящая Себя Свою Душу Только Состоянию Вот этого Инвалидного Состояния Вот материальное Вот Все вот это Да В то время Когда ты Добрался До понимания Бога Бесконечности Ты в этот момент Например Бац И понял Весь этот Гребанный Жизненный Процесс Если Потому что Тут играет Зависть Большинство Рулит Толпа Гребаная Толпа Рулит Бля Вы все Ведетесь За толпой А вот Мало Людей Которые Например Стоит Миллиард Людей Он скажет Своё И будет Настаивать На своём Ну похеру Кто и что Там Говорит Мы не лично Например Похеру О чём Вы все Там Думаете Мне по кайфу Думать о том О чём Я думаю Я знаю Это Мне без разницы Ты сомневаешься В этом Или нет Многие Пишут мне А ты не сомневаешься Что это так А ты точно Думаешь Что это так Столько Вопросительных Знаков Мне пишите Если ты Сомневаешься Это не значит Что я такой Я чётко знаю Что я хочу Я чётко понимаю И делаю То что я хочу Мне это нравится Моя душе Моя сущность Это по кайфу То чем я занимаюсь Мне по кайфу Если ты В это не можешь Внедриться То это уже Как бы проблема Твоей души Не моей Вот такие Грёбаные дела Как говорится Так что Развивайте Свою душеньку Уделяйте Чуть-чуть Время Своим Мыслям Своей сущности А такие вот С тобой С тобой после смерти Развлекуха Останется здесь Короче говоря Наше человечество Это Инвалиды Бесконечности Мы потеряли Свою Самодостаточность И заменили И заменили Ее Современной Технологией И Уперто Как бараны Думаем Что Это Есть Хорошо Но Это Есть Нехорошо Всем пока Жду от вас Комментариев Подписка И Увидимся Конечно же Вы знаете Где В бесконечности Если вы до нее Конечно До петрителей Пока Субтитры 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 Субтитры